Балет Я думаю, господи, зачем я стала балериной? Сколько прекрасных профессий на земле. Мучений балет доставляет гораздо больше, чем радости. И все же я не променяю балет ни на что другое. Я балерина. И от этого уже никуда не деться. Она давно бы ушла, если бы я ее не заставлял, откровенно говоря, последние, не знаю, но в целом случае могла бы уйти раньше лет на восемь, на девять. А я говорю, ну давай еще вот это сделаю. Давай еще вот это сейчас я поставлю. Давай еще вот это. А потом поедем давай. Потом турне по всему миру. Вот тяжело. Ну ладно, хорошо. И все. И опять, и опять, и опять. Ворожья без Кача, это не Ворожья. Вот Кача без Ворожья тоже не Кача. Это одно целое. И это было два крыла. Два крыла одного существа. Кача-бурга. Всю жизнь, почти каждое утро, когда я просыпалась, меня охватывало чувство протеста. Пропади все пропадом, надо это бросать, все болит, я устала, так хочется полежать, выспаться, никуда сегодня не пойду. Нет, надо вставать, идти в класс. Класс она не любила с детства. Раз за разом повторять, оттачивать одни и те же движения, тоска смертная. В балетной школе ее поставили у рояля. Повезло. Из-за рояля крошечными Максимову почти и видно не было. Можно не стараться. Но когда в центре зала начинался сам танец, это было уже интересно. К танцу Масик, как ее называли педагоги, относилась очень серьезно. Да, она была, может быть, самой способной девочкой в классе, а я, наверное, была самой способной в мальчике в классе. Естественно, пару нас стали ставить. По росту как-то так мы подходили. Ну и вот так оно и пошло, и пошло, пошло дальше. Самые способные ученицу едва не отсеяли при поступлении. Зачем вы ее берете? Все равно она на пальцы встать не сможет, возмущался кто-то из педагогов. У большинства танцовщиц первый и второй палец одинаковые длинные, поэтому танцевать удобно. А у меня второй палец короче. Приходится накручивать на него специальную обмотку. Но стирается она моментально. И танцуешь практически на одном пальце. Так практически на одном пальце Максимова выиграла Всесоюзный конкурс артистов балета в 1957-м. Единственная ученица среди взрослых балерин. Шум вокруг поднялся неимоверный. На меня набросились корреспонденты, комсомольские деятели. Я же воспринимала это как досадную нагрузку. Меня волновали абсолютно другие проблемы. Учеба, свидания. Среди поклонников и Володя Васильев. Самый преданный и самый молчаливый. Я ни с кем никому не хотел говорить об этой любви. Никому не хотел. Я икать это я не говорил никогда. Я никогда не говорил, что я тебя люблю, ты знаешь. И вот так, как принято, да, мне казалось, что если я это выскажу вслух, то я опошлю вот это все мое влечение. Все то, что мне нравилось. А мне мне нравилось все абсолютно. В старших классах мы везде появлялись вместе. В кино, на вечеринках. Ходили по школьным коридорам, взявшись за руки. Ждали друг друга с репетицией. Вместе писали шпаргалки к экзаменам. Вместе. Это уже тот случай, когда вот как раз я уже был влюблен, и мы вместе сидели, писали. Я бы так никогда не стал писать шпаргалки. На выпускном экзамене по истории шпаргалки отобрали. Максимова получила неут, а с двойкой о распределении в Большой театр и речи быть не могло. И тут, как тут, рекрутер из Новосибирска. Поедешь к нам? Поеду. Не знаю, она могла поехать. Она такая очень в этом смысле сильная. Если она сказала, значит, так и будет. Максимова уже подписывала договор, когда на руках повисли педагоги. С ума сошла? К учителю истории отправили делегацию. Особый случай. Очень одаренная девочка. Убедили. Ставят мне тройку, получаю свой аттестат и берут меня в Большой. Но я как-то не представляла себе, что вот окончим школу и сразу с Васильевым поженимся. И действительно, после того, как нас приняли в театр, мы разошлись в разные стороны. Новые кавалеры, романы и совершенно невероятные слухи. Молва выдала замуж балерину Максимову за американского пианиста Ван Клиберна, победителя первого международного конкурса имени Чайковского. После своего триумфа на конкурсе, Ван Клиберн несколько раз приезжал в Москву с концертами. С чего бы это? В разгар холодной войны. А уж когда он приехал вместе с мамой, сплетники были взбудоражены не на шутку. Он уже и маму привез, точно с невестой знакомиться. Максимова смеялась. С Ван Клиберном она и знакома тогда не была. Я в это время только старался все делать для того, чтобы больше никогда не возвращаться к этой своей любви. Старался показать, что в конце концов, ну, нет, нет, мне безразлично это. Хотя это было сложно, потому что мы все время танцевали вместе. Танцевал Васильев через бой. От больших нагрузок началось расслоение кости. Врачи настаивали, ногам нужен отдых. Да вы что, какой отдых? Только не сейчас. Он должен доказать Кате, что тоже талантлив. С болезнью разобрался решительно. Клин клином. Вот надо танцевать, все отдать. Действительно, он всегда такой. Я не должен был быть хуже, чем она. И не должен был быть на вторых ролях, просто как партнер. Я этого не мог допустить. Три года мы так поврось гуляли-гуляли. Потом как-то встретились на одной вечеринке, объяснились, и все вспыхнуло снова. Я все время ходил-ходил домой, сидел часами. Ну как-то так уже неудобно уже было. Как-то так сказал, вот Кате, может быть, все-таки мы давай распишемся. Все, вот пошли, подали заявление. Мы расписались с Васильевым 3 июня 1961 года. У меня на следующий день был назначен спектакль. ЗАГС помчалась прямо с репетиции. Явиться к руководству и сказать, снимите спектакль, я замуж выхожу, мне и в голову не приходило. Всю жизнь она будет смеяться над тем, какой правильной была тогда. Шампанское? Нет. Я же завтра танцую. После регистрации обратно в театр на репетицию. Все мысли только о своем балете. Спать бы практически ее не было. Был просто вечер такой памятный. И ни Кати не хотел, ни я не хотел, чтобы это была шумиха, чтобы пели, танцевали, плясали, радовались и так далее. Просто, не знаю, мне кажется, казалось это диким тогда. Понятно, что человек же не будет все время кричать о своей любви. Они не будут кричать о своей любви друг к другу. И я не думаю, что и друг друга-то одни особенно-то не говорили. А ведь друг без друга они не могли. Не могли. Молодые звезды русского балета решили провести медовый месяц в Париже, кричали заголовки французских газет. Нам было смешно это читать. Во времена, когда мы сами ничего не могли ни выбирать, ни решать. Это была командировка, но по счастливому совпадению, на второй день после свадьбы. Погода ненастная такая была, чудовищная совершенно, кошмарная. Но Париж был просто восхитительный. В Париже Васильев и Максимова представляли советско-французский фильм «СССР с открытым сердцем». Там мы играли двух влюбленных молодых людей, балетных и балетные пары. И, собственно, на нашей истории вот показывалась жизнь в замечательной стране, свободной, богатой на таланты. В свободной и богатой на таланты стране их ждала коммуналка. Две комнатки 16 и 10 метров. Жили вместе с Катиной мамой, Татьяной Густавовной. Татьяна Густавовна непростой человек, поэтому это не сразу, не сразу так вот родилось понимание. Но если ты видишь, что у матери, избранной тобой женщины, кроме нее никого нет, то это будет преступление простой стороны. Если ты скажешь, нет, я, конечно, будем жить вместе, но только у меня есть одно условие. Поэтому, да, мирились сначала, а потом я привык, как все привыкают. И все, и поэтому всю жизнь прожили вместе. Все билеты, контрамарки, все вечера, все звонили и вели переговоры с Татьяной Густавовной. Это женщина, которая все, так сказать, регламентировала, кому, что, какие места и так далее. Она всегда, конечно, всегда на всех спектаклях Катя Володя была. В Большом театре с Максимовой занималась сама Галина Уланова. Вместе они готовили партии из Жизели, Щелкунчика, Дон Кихота. Наконец Уланова решилась передать ученице самую дорогую для себя роль – Джульетту. Но сколько же пришлось уговаривать Володю? Ведь мне хотелось танцевать именно с ним, чтобы именно он стал моим Ромео. Я тогда еще, понимаете, все-таки жил как-то теми штампами, которые сложились уже в нашем искусстве. Классический танцовщик обязан был в мое время. И мне самому нравились классические танцовщики, у которых были длинные линии, которые были высокие, что-либо были красивые. Ни одного курносого человека классического я не знал. Это обязательно и в носик прямой, это глаза удивительные. Вот удивительные пропорции, которых я верю, что он был. Я не такой был совершенно. Если бы не она, может быть, я бы и не втянулся в этот репертуар. Поначалу, когда мне в театре сообщали, что я буду танцевать какие-то сольные партии, я не радовалась, я пугалась. Когда мне доверили танцевать «Жизель», вообще чуть не умерла. Нет, не надо мне никакой «Жизели». Нет, первое слово, которое я говорю, когда меня хотят заинтересовать новой ролью, идеей, работой. Так было всегда, сколько себя помню. Это может быть казаться другим, что она была неуверена. Это не так. Понимаете, Катя до самой коса осталась девочкой. Это женщина-девочка, которая не играла в девочку. Можно сохранить? Нет. Но это ребенок какой-то, который всегда... Но ребенок же всегда вам скажет наоборот. Правда? Репетиции наши редко проходили мирно. Мы вечно спорили и в конце концов вылетали из зала в разные стороны. Нет, вот это вот слово. Тогда окружающие думали, все, больше мы их вместе не увидим. Утром мы опять приходили в театр рука об руку, вместе входили в зал, а после репетиции снова выскакивали в разные стороны. Ну, была разница, разница в нюансах, понимаешь? А тут, тук, 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 это получается как на пустыне. Нет, так нельзя. Не может быть бесконфликтных вообще, ни репетиций, ничего. Если вообще ты соображаешь сам по себе, что-то знаешь. Оба упрямые. Поэтому... 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 Поэтому хорошо. Если Воложа слушал только Катя, если Катя слушал только Воложа, тогда уже это не Катя и Воложа. Они свои дорогу, свои мнения. Громкие премьеры, зарубежные поездки, конкурсы, награду. Но звание народных артистов СССР Максимовой и Васильеву присвоили только через год после того, как Парижская академия танца назвала их лучшим дуэтом мира. И через 9 лет после того, как Васильев получил премию имени Нежинского как лучший танцовщик мира. Я не могу даже вам сказать, что нам давало, потому что мы настолько были заняты все время работой. и вкусить сладость вот этого положения, да, когда тебя все знают, когда появляются в газетах статьи, когда тебя постоянно хвалят, когда тебя ставят в пример. У них вообще звездного ничего не было. Хотя прекрасно понимали Володя, что они такое и что он такое. Потому что, конечно, он гений, такое страшное какое-то слово, но он, конечно, уникален. Сегодня Спартак, завтра Икар, но волнение и вдохновение всегда как на премьере, как в первый раз. Мне с ним всегда интересно. И как с партнером на сцене, и как с балетмейстером, и как с человеком, с личностью. Он очень многоплановый, очень масштабный. Когда Володя начал ставить, я не раз поражалась. Он мог бы станцевать все и за всех. В Токио-балет, где я работаю в Токио, Варужа поставил Дон Кихоте. И когда Варужа в зале, начинает всю атмосферу менять, и как будто он огонь и зажигает каждому корту-балету, и он дает больше энергии, настолько у него энергии. Когда он уехал, скучали, чтобы... Когда он приезжает? В следующий раз, когда он приезжает? Вот с ним достаточно пообщаться 15 минут. Я не знаю, ну, может, это я одна такая, но думаю, что не я только. Это знают все наши актеры, которые с ним общались, драматические. И у тебя становится... Вдруг ты совершенно не замечаешь каким-то образом светлое настроение. А он ничего не делал, он просто с тобой разговаривал. Мне просто необходима его энергия и уверенность. Решение Володя принимает мгновенно. И если захотел чего-то сегодня, должен добиться прямо сейчас. А мне для решения любой проблемы нужно подумать, подготовиться. Как с узелками. Я каждый узелок буду распутывать, развязывать, а Володя любой узел разорвет. Катя, очень строгая. Во время репетиции, не просто так, ой, какая молодец, такая хорошая, какая умница. Ну, нет, нормально, ничего. Это уже для нас хорошо. И если сейчас в вечерине, ей какая-то вот часть, нравится, тогда она говорит, оставляй так. Без всякого сюсюка никогда, мне этого не будет. Нет, это не Катя. Очень сдержанная. И для постороннего глаза может быть холодная, что ли сказать. Чуть-чуть отстраненная. Она не раскрывалась никогда полностью, не была открытой. Настолько, чтобы просто так вот говорить со всеми и всех встречать улыбкой. Нет. Нет, далеко нет. Но там она очень чувствовала все это глубоко и переживала. Конечно, мы разные. И все-таки я все время повторяю «мы». «Мы». Так говорю, так думаю, это уже, наверное, в подсознании. О чем бы я ни рассказывала, о чем бы ни вспоминала, все время звучит «Володя, Володя, Володя». Когда он уезжает, со мной постоянно что-нибудь да происходит. То вдруг горло схватило так, что голос пропал. То плечо выскочило. То надрыв связок на колени. То еще что-то. Володя говорит, по-моему, ты это специально делаешь, чтобы я не уезжал. В Японии человек, иограф, пишет вот так. Это значит, без этого падает. А без этого оно не стоит. Именно вот так, вот такая два пальчика. Вот так. Это вот иограф, да? Что означает? Это человек. Человек не сможет один. Всегда друг друга. Рядом. Помогает. Черчит. Также для меня вот Катя и Володя, они всегда были вот так. «Вы тут пьете, гуляете, а у меня там жена мучается, и никто помочь не хочет», – горячился Васильев на приеме в Кремле. Их пригласили сюда вместе с Катей, но она с тяжелой травмой спины не ходить, не сидеть, даже рук не поднять. «Врачи говорят, надо в Кремлевскую больницу, всего одна формальность, письмо от Большого театра. Какое письмо для кого?» «Откак, как никогда в жизни». В 1975-м, впервые за многие годы, театр уехал на гастроли без Максимовой. Когда Катя лежала уже в госпитале после травмы со спиной, это была самая-самая длительная такая разлука, а я в это время был на гастролях с Большим театром в Америке, куда мы, конечно, поехали бы вместе, если бы не случилось вот это несчастье с ней. Ходить Максимова училась заново. По стеночке, шажок, другой, специальная гимнастика, корсеты. Когда Васильев вернулся из гастрольного тура, Катя уже могла двигаться без посторонней помощи. «Музыка» «И Володя, пока она не выходит, он ее ждал всегда, стоял. Он никогда не уходил. Знаете, а там она приплывет. Никогда. Да нет, тут более бережного отношения к женщине, ну, я не видела, клянусь. Постепенно я выкарабкивалась из своего инвалидного состояния, возвращалась к жизни. Я даже думала тогда, ну, и Бог с ним, с этим балетом. У меня будет совершенно другая жизнь. Будет ребенок». И уже было видно, что Катенька беременная, и мы все, как бы сказать, затаив дыхание, ждали. «Был уже большой срок, почти пять месяцев, когда мне сказали, все, плод умер. Несколько дней я не могла осознать, принять это. Не давала сделать операцию. Все твердила, нет, не может быть. Вдруг вы ошиблись, подождите». «Она невероятно это переживала. Очень. Причем она потом после больницы, ее отправили, они уехали с Володей в Серебряный мор, никого не видели, никого не приняли. Потом позвонила Татьяна Густановна и сказала, «Ариш, поезжайте с Мишей, Катей и с Володей». И мы приехали, и, конечно, сложно как-то было. И я помню, как я сказала, «Катюш, вот знаешь, что тебе трудно, и нам сложно. Ты должна понять, что ты была рождена и дана нам, чтобы приносить людям радость. Вот твоя такая планида. Вот так вот. И ты должна это понять и с этим свериться». И как-то, знаете, вот была какая-то стена сломана. Я помню, мы принесли пол-литра водки, Володь, где-то раздобыла какие-то кильки с томатным соусом. И мы как-то... И все. И больше мы никогда в жизнь к этой теме не возвращались. Максимова снова пришла в репетиционный зал. Галина Уланова занималась с ней буквально как с первоклассницей. Многое пришлось нарабатывать с нуля. Наконец решились готовить Жизель. 10 марта 1976 года я впервые после травмы танцевала. После того, как вот она вышла уже из сердца уже Жизели, после этого, 20 лет, наверное, прошло после этого, и она ни разу, ни одного дня без вот этой гимнастики, которой она должна была быть, она не провела. У них, у балетных, в 14-м ряду, в Большом театре, с краю были такие два места, где они всегда садились. И тут Катя, значит, меня позвала, пойдем, говорит, смотреть, Петрушку Володя танцует. Только я, говорит, приду попозже в зал. И я, значит, села на это место, уже потух свет, уже вот-вот должен выйти дирижер. И вдруг я вижу, значит, еле-еле пробирается Катя и садится с большим трудом. Я смотрю на нее и говорю, боже мой, Катя, значит, завтра не бойтесь спектакля? Она говорит, почему это не бойтесь? Это и есть та одержимость, которая присуща непростым людям, и не просто способным, и не просто талантливым, а гораздо выше всего. Я не очень-то верю артистам, которые говорят, мне наплевать, как реагируют зрители. Не верю, что им действительно все равно, понравилось, не понравилось, поверили, не поверили, что они творят для себя, только для самовыражения. Во всяком случае, я для себя ничего в жизни не создавала. Красивая Катя была, красивая, но вот меня всегда поражало, как актера, ее дар перевоплощения. Она совершенно разная бывает в балете, совершенно разная. Вот для меня, как для актера, это очень интересно, важно. Меня всегда интересовало внутреннее состояние моей героини. Кто она, какая она. Каждый раз примеряла, как бы я станцевала. Я могла бы их станцевать. Наташу Ростову, мадам Бавари, Ларису Агудалову. Но таких партий не существовало. Уже под конец моей карьеры, слава богу, появился Чехов, Анюта. Для нее важной была Джизера. Для нее, наверное, важны были все. Но Анюта, она очень любила, это я знаю. Потому что, может быть, это особое, особенное. Ворожа, то я не ее поставила. И Ворожа знает больше всех Катя. Вот поэтому вот такие вот Анюта получилась такой прекрасный спектакль. Сам Васильев исполнял роль отца Анюты, Петра Леонтича. По сравнению со всеми его предыдущими партиями, это оказалось не очень танцевальной, что Володя ужасно забавляла. Я здесь не танцую, а? Каково? Васильев, Васильев, а я вот вам, не танцую. В Большой театр Анюту пустили с трудом. Через четыре года после выхода на экраны знаменитого телебалета. Для Максимовой это была последняя премьера здесь, на родной сцене. И единственный спектакль, который им с Васильевым оставили по договору, когда со скандалом отправили на пенсию. Уволили вместе с Плесецкой, Лавровским, Тимофеевой и другими народными, кто оказался в конфликте с главным балетмейстером Юрием Григоровичем. «Отойдите от торта!» – кричали им на собрании труппы молодые танцовщики. «Вы уже достаточно поели». Конечно, было обидно и горько. Но ни растерянности, ни мысли о том, что без Большого театра жизнь кончена, не возникло. Просто началась другая жизнь. Мы танцевали долго, мы очень. 50 лет было мне, мы танцевали, значит, ей уже было больше 50 лет. Танцевали последнюю жезель «Метрополит» – она пера. Раньше, если бы мне сказали вначале, я никогда бы не поверил, что это может быть с нами. Но вот это было. Ведь Катя с Володей могли давным-давно быть на Западе, даже не уезжая так, как уезжал Нуреев, там, предположим, Барышников, а просто уехать и там быть. А вы знаете, они не могли, не хотели. Им вот хотелось именно быть здесь. И вот они всегда рассказывали, что, когда они приезжали за границу, и это совпадало с приближающимся отпуском, то им предлагали чего, говорят, нам только не предлагали, и Ниццу, и я не знаю, что угодно на островах, где угодно. Они говорили только одно – нет, 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 Щелыкова. Щелыкова – дом отдыха, вот его подкинешь мы. Никаких особых условий, один душ на всех, и тот без горячей воды. Нас совершенно не волновало, какие там бытовые удобства. Мы стремились сюда ради природы, ради тишины, ради общения с друзьями. Здесь, не разбирая возраста, положения и заслуг, мы становились просто Щелыковцами. Вместе шли на рыбалку, тащили на себе рюкзаки, продукты, палатки. Однажды мы, значит, пришли, расположились, что такое, где Катя, где Володя. И вдруг так луна взошла, и выносит Катю в какой-то удивительной поддержке. И вот сколько прошло лет. Вот я закрываю глаза, я это вижу. Для них самое главное, самое заратное время были, наверное, когда они в природе, не в театре. Теперь, когда меня спрашивают, часто спрашивают, и так, с опаской, а ты не переживаешь, что сама не танцуешь? Я даже не понимаю, о чем речь. У меня нет абсолютно никаких порывов танцевать. И во сне не снится, что я танцую, разве что в кошмарах. Девочек своих жалею. Когда они со стертыми пальцами должны влезать в балетные туфли, про себя думаю. Как хорошо, что я уже не должна этого делать. Она всегда знала, у кого были большие травмы. Где для меня тяжело сейчас? Какое движение срожное для меня? Вот, не говоря ничего, она сразу это, даже вот так, началась репетиция, через минуту, наверное, она это определяла, знала. Она без конца преподавала, обожая своих учениц. Придя из Большого театра, она отправлялась в Кремлевский, без еды и без всего. Единственное, заходя в буфет и прося каждый раз одно и то же, два бутерброда с сыром. Значит, сыр она съедала, хлеб она оставляла и опять цокала дальше. Тогда начался какой-то непривычный этап в нашей жизни. Раньше мы всегда и везде были вместе. И дома, и на сцене. И вдруг просто вообще перестали видеть друг друга. Часто за весь день только и успевали в дверях парой слов перекинуться. Пока-пока, вечером поговорим. Я в Кремлевский театр тороплюсь. Володя в Большой. В 1995-м Владимир Васильев был назначен художественным руководителем, директором Большого театра. Работы не в проворот, но работы он никогда не боялся. Это для него необходимость. Воздух. Через пять лет, когда Васильев ехал открывать новый сезон, по радио узнал, Большому он опять не нужен. Его должность упразднили. Забрал из кабинета свои вещи, позвонил жене и по голосу понял. Она рада. Я позвонил, когда сказал, Катя, ты знаешь, вот так и так. Она говорит, слава богу, я же тебе говорил. Она до этого говорила еще, до того, как я стал директором. Она говорит, это же неблагодарное дело. Но все равно же, хочется это одним. Никто тебе спасибо не скажет. Никто не поймет это. И это правда. Сегодня Васильев помогает молодой балерине Большого театра Евгении Образцовой готовить партию Анюты в балете, которую он когда-то придумал и поставил для своей Кати. Наверное, мне в жизни повезло, что у меня такой муж, который никогда не давал мне скучать, не позволял притупиться моим чувствам. Я знаю, Володя для меня самый лучший. И если его не будет рядом, я многое потеряю. А может, вообще растеряюсь. Самое страшное – это терять. Терять близких людей. Я никогда не думал, что Катя раньше меня уйдет. Никогда. И он сказал одну вещь, что мне даже самой стало, знаете, так мурашки по телу, что, понимаете, осталось половина меня. Так смело. Ведь это в этом признаться, может, очень не знаю кто. Ну, вот так получилось, что, в общем, почти, не хватило ведь буквально что-то двух лет до нашего 50-летия мы хотели отмечать. Ну, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok